Валерий Рашкин Как только в правительстве РФ была создана группа по анализу эффективности, она сделала вывод, что пенсионной реформы недостаточно. Комиссия видит выход из ситуации дефицита ПФР в увеличении возраста выхода на пенсию. Будут готовиться еще предложения, чтобы сделать пенсионный возраст больше. А люди просто не доживали до положенных выплат. Предполагаю, что они выдвинут эти предложения после выборов в Госдуму. И сразу началась буря. Эту информацию немедленно опровергли председатель Госдумы Володин и пресс-секретарь президента России Искол. А первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев назвал это заявление подлой провокацией. Но многие этому заявлению поверили. В частности, этому заявлению поверил известный депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, о чем он прямо заявил на своем канале на Ютубе. Я дал эту информацию на своем канале на Дзен, и она сразу же вызвала очень большой резонанс. Впрочем, странно было бы, если бы не вызвала. Со своей стороны добавлю, Валерий Рашкин высказывает эту мысль уже не в первый раз. И высказывал он ее. И куда более жестко. В частности, летом 2020 года он сказал, что правительство рассматривает два варианта новой пенсионной реформы. Либо повышение пенсионного возраста, либо отмена пенсии вообще. Не больше, не меньше. Дескать, престарелых людей должно содержать не правительство, а их совершенно летние дети. Вот фрагмент этого ролика. Сегодня рассматриваются два варианта пенсионного изменения. Мягкий вариант. Это вариант увеличения еще на 3-5 лет возраста выхода на пенсию. Второй вариант более жесткий, который рассматривался и в первую реформу. Это отмена вообще института пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Но только тогда это не вызвало большого резонанса. Видимо, потому что до выборов в Госдуму было еще далеко. Мне удалось найти этот ролик со свободной лицензией, и он есть на нашем канале. Его можно будет целиком посмотреть на конечной заставке. Николай Бондаренко, кстати, когда комментировал это, подчеркнул, что прежде всего он верит здесь Валерию Рашкину, потому что ныне дефицит пенсионного фонда 2,5 триллиона рублей. И правительство просто не знает, чем заткнуть эту гигантскую финансовую дыру. Только дело в том, что это далеко не конец данной истории. 12 марта Валерий Рашкин на своем одноименном канале на ютубе Валерий Рашкин выложил ролик, он называется, лучше засчитаю, «Валерий Рашкин, будет ли новая пенсионная реформа?» от Дмитрия Пескова и Вячеслава Володина. Где он полностью подтвердил свои слова и назвал также заявление Володина и Пескова обманом. Но и самое главное, он подчеркнул, что правительство по-прежнему рассматривает возможность не только повышения пенсионного возраста, но и возможность отмены пенсии вообще. Как он на этот раз выразился, возможность отмены государственных пенсий. Вот фрагмент ролика с этими его словами. Из того, что нам известно, новая реформа вплотную займется накопительной частью пенсии. И не исключено, что правительство всерьез рассматривает вопрос отмены государственных пенсий. Я вновь рассказал об этом на своем канале «Надзен», и это вновь вызвало настоящую бурю в комментариях. Должен также сказать, что в этом ролике он призвал, что если такое будет принято, немедленно выходить на улицу с протестами и не выходить с улицы до тех пор, пока данный закон не будет отменен. Что здесь можно сказать? Конечно, мы с вами не знаем, кому верить, но лично у меня почему-то веры, что Володину, что Пескову маловато. Валерий Рашкин, кстати, в указанном ролике сказал, что Путин ведь тоже обещал, что пока он президент повышения пенсионного возраста не будет. А что мы имеем на деле? Вот фрагмент из его ролика. Помните, сам президент Путин, выступая на телеканалах, говорил, в грудь себя стучал, что пока он является президентом Российской Федерации, повышения возраста выхода на пенсию не будет. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Мне лично ясно одно. На предстоящих выборах в Госдуму ни в коем случае нельзя голосовать за Единую Россию. И чем меньше они наберут голосов, чем меньше шансов, что они решатся на такое. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok